Сегодня вышли молодежным составом. Объясните, почему приняли такое решение? Насколько вообще довольны сегодняшней игрой? У нас изначально было запланировано, что эту игру мы будем играть, дадим шанс молодым игрокам проявить себя. Они, в принципе, хорошо проявили этот цикл, заслужили место в этой игре. Коллеги, Ваши вопросы. Лидер Николаевич, с молодыми вышли, допустим, Шлелев, Антибин. Чем обусловлено именно их появление? У нас, по идее, Сергей не должен был играть. У нас микротравмы получили Лалекин, Башкиров. То есть ребята заменили. Картаев, Шмелев, они как бы изначально не планировались. Виктор Николаевич, как оцените игру Кореева в воротах сегодня? Четыре пропущенные шайбы? Ну, это первая игра. Это первая игра. То есть для него это возвращение в Уфу. Поэтому, как бы, это тем более тренировочный процесс. Сейчас все ребята под нагрузкой. Ничего страшного. Работаем. Сам, как можете оценить самую игру, первая игра ваша как главного тренера? То есть что понравилось, что не понравилось? Вы знаете, понравилось то, что было много молодых ребят. И все старались. И были эмоции. И все бились до конца. Была и видна нервозность. Было и видно то, что ребята как бы возбуждены. Возбуждены были тем, что многие вышли первый раз за первую команду при наших болельщиках в Уфу-арену. Поэтому такая игра была эмоциональная. Наверное, волнение объясняется минус три у самой молодой пары защитников. Как вы думаете? Ребята вышли первый раз против играть против мужчин. Конечно, как бы они молодцы, они старались. Но пока так, как есть. Чтобы играть во взрослый хоккей, нужно заматереть. Нужно через все это пройти. Нужно стать крепче физически, психологически. В принципе, опять же повторюсь, мы ребятам дали шанс, чтобы они попробовали, что это такое. Потому что, если ты не попробуешь, ты не будешь знать, и ты не будешь знать, что ты должен еще делать лучше, чтобы попасть в первую команду. С автомобилистом? С автомобилистом уже основа будет? С автомобилистом, да. Если все будет нормально, то мы хотим попробовать уже более боевой состав. Из молодых ребят, они пока останутся с командой или все-таки поедут в Ростов-опор? Ну, сейчас мы сядем, будем рассуждать, обсуждать, да, потому что, как бы, да, кто-то в молодежку, кто-то в толпыр. В концовке Андрей Кореев два раза пошел на смену, когда Шайба еще только-только из зоны выходила. Ну, там была атака, мы, ну, как бы, была атака в ход в зону, просто неудачный был ход. Так, если бы вошли, было бы все нормально. Ну, это он сам побежал или команду поторопился? Не, не, он не поторопился. Он все, когда пошла атака, у нас должен был он прийти и выйти шестой, чтобы у нас было сразу численное преимущество. Просто там, видимо, ну, не вошли в зону. Отсюда такая ситуация. Можете сказать, переделиться мыслями, то есть, о фигуре Кузьмина, то есть, он вроде уже не молодой, вроде они основы. То есть, он вроде бы крайний, он сегодня и в центре играл. Ну, не универсальный игрок. Ну, не, он хорошо себя в плей-офф в прошлом порывал, а сейчас вот играет в четвертом звене. То есть, вообще, какие мысли на его будущее, чем у него хватает, чтобы... Как, если честно, он сегодня хороший игрок, он показал, что он может играть на уровне КХЛ. Поэтому, как бы, сейчас мы будем исходить из ситуации, сколько у нас будет центральных, сколько у нас будет здоровых. И потом будем... Но Кузьмин, он, как бы, уже более серьезно заявляет себя, как игрок уровня КХЛ. Можете еще мыслями по поводу Антипина поделиться? То есть, когда вы были тренером «Магнитки», он тогда звездой лиги считался? Ну, вот, сдал, то есть, чего он не пытается, чтобы вернуться? Ну, как он сдал? Он ничего не сдал, ребят, сейчас сегодня первая игра. Ребята под нагрузками. Ну, имею в то, что по сезону, по очкам, по прошлому сезону? Ну, по прошлому сезону мы его забрали в середине сезона, он получился у него скомканный. Плюс он только начал набирать ход, а Сибирь получил некоторым флей-офф. Поэтому, как бы, тем более сейчас, ну, не совсем корректно и правильно судить, кто как играет. Потому что все под нагрузками, все по-разному сейчас.